На чёрном фоне появляется белая надпись «Гараж» латинскими буквами. Затемнение. Из темноты появляется белый фон. Чёрными буквами надпись «Кристиан Болтанский. Ансель Мкифер». Часть 2. Следующий наш герой Ансель Мкифер, немецкий художник, начинающий свою карьеру, родившийся, как я уже сказала, родившийся в области Шварцвальд в Германии, родившийся в подвале, потому что где его родители скрывались от бомбардировок союзников. Родился он в марте, то есть в последние месяцы войны. Причём в той же бомбардировке был разрушен соседний дом, и всё своё детство он играл на руинах и считал, что руины – это самая нормальная площадка для игр, которая может быть. И он растёт в этой руинированной Германии, разрушенной в западной. Занимается, достаточно рано начинает заниматься искусством, решая, как бы, но в 1969 году решает сжечь все свои работы, которые он к тому времени сделал, и предпринять один вот первый проект, с которым начинается его новая сознательная история как художник. Это проект, который называется «Окупация», которым он занимался два года. Два года он ходил по различным европейским странам. Это была Швейцария, Германия и юг Франции, и, по-моему, Италия. Входил он, взяв с собой униформу своего отца, который воевал и служил в армии, потому что был солдатом, но не был членом нацистской партии, и фотографировался с фашистским салютом. Тогда эта работа была воспринята, естественно, как нечто абсолютно скандальное и невозможное, хотя, собственно говоря, для самого Кипера в этом, естественно, не было никакой реабилитации нацизма, не было вообще, он считал эту работу, что это работа не политическая, что это работа, в которой он пытался представить, что бы с ним было, если бы он родился на 20 лет раньше, как бы он жил в этой... А Германия того времени все это, собственно говоря, все, что было связано с упоминанием об истории, с упоминанием о нацизме, это все было абсолютно вычищено, потому что это было доказалось настолько ужасным, что любое упоминание, как там сейчас запрещены свастики, запрещен этот салют, что это такое чудовищное преступление, что его нельзя упоминать, что надо как бы... не потому что ничего не было, да, и ничего не произошло, а потому что настолько страшно, что нужно саму память об этом стереть, и любые попытки вернуться к этой памяти, вернуться, как бы осмыслить, что это было, в то время, когда начинает этим заниматься Кифер, касались, ну, там, пугающими, и, конечно, его это серия с оккупацией, и следующая серия, когда он примерно тогда же делает героический символ, где он тоже позирует с этим фашистским салютом, но позирует уже в абсолютно каких-то абсурдных позах, что это какой-то... и, в конце концов, как бы погребает самого себя. Это история, вот это возвращение к этому прошлому, после которой он сказал, что он смог продолжать работать дальше, потому что он просто каким-то образом это прошлое... кстати, это прошлое перестал вытеснять, да, что он как бы попытался осмыслить, что это было. И единственным, кто в то время, когда он начинал это делать, принял этот опыт молодого художника как нечто интересное, был Йозеф Бойс. Кифер учился в Дюссельдорфе, где Бойс преподавал. Бойс тогда... он не был, собственно, непосредственно в классе Бойса, но он показывал ему свою работу, и Бойс, это его желание не вытеснять нацистское прошлое, нацистскую мифологию, а работать с ней, пытаться ее осмыслить, собственно, единственный, кто отнесся к этому с пониманием. Остальные просто его там чуть ли не обвиняли в неонацизме. И с этим сюжетом героических символов, с этим приветствием он постоянно работает. Работа Ансельма Кифера «Героический символ 5», 1970 год. Прямоугольный холст ориентирован горизонтально. Живописная композиция. Светлые тона, преимущественно оттенков серо-голубого цвета. Пейзаж. Нижнюю четверть изображения Занимает горизонтальная полоса реки или озера. На переднем плане, в центре нижнего края картины, на ближнем к зрителю берегу, боком стоит мужчина в серой шинели. Он стоит в позе фашистского приветствия. Мужчина повернут влево. Над водной гладью схематично изображена полоска серого леса. Над горизонтом в небесах парят три белые статуи. Слева конный монумент. Конь встал на дыбы, на нем сидит человек. Его левая рука поднята вверх, в ней он держит знамя. Правая с мечом внизу. Конь развернут вправо. В центре женская фигура с крыльями, она символизирует победу. Справа от нее мужчина с бородой в короткой накидке. Победа коронует его лавровым венком. Справа скульптура обнаженного мужчины с поднятым вверх мечом в правой руке. Почему этот персонаж? Это единственное его автопортрет. Это персонаж, который, по всей видимости, остался в абсолютно пустынном мире, в пустынных ландшафтах. Причем-то вполне у нее салют этот универсальный, потому что в 2000 году он, например, делает такую, повторяя, перекликающуюся с этой серией, фотографию, где уже это памятник Мао. Работа Ансельма Кифера «Пусть цветет тысяча цветов», 2000 год. Вертикально ориентированный холст. Использованы преимущественно оттенки коричневого цвета. Реалистично изображенная белая кирпичная стена. Кирпич потертый и местами обвалившийся. В центре картины расположен черный силуэт мужской фигуры в шинели на постаменте. Изображение как будто нарисовано на кирпичной стене. Мужчина стоит, подняв правую руку вверх. По нижнему краю картина частично закрашена коричневой краской. На ее фоне расположены белые круги разного размера, напоминающие цветы. Это Мао, стоящий с тем же самым приветствием, стоящий посреди такого же пустынного ландшафта, как и те ландшафты, в которых фотографировался Кифер в 60-е годы. И с тем же самым универсальным жестом. И жестом абсолютного одиночества этого человека, затерянного в пустынном ландшафте, в пустынном пейзаже. Пейзажем, по всей видимости, после битвы. Пейзажем, который у Кифера является тоже постоянным элементом его. Вот такой опустошенный зимний пейзаж. Пейзаж романтический, пейзаж немецкого романтизма. И одновременно пейзаж после битвы, в котором стоит эта одинокая фигурка побежденного, победителя, единственного выжившего, непонятно кого после этой войны, с этим самым непонятным, в никуда обращенным салютом. Фигурка гротескная, фигурка, скорее, как бы жалкая в своем одиночестве. Фигурка, которая здесь существует, в своем собственном мире, которая стоит в ландшафте за залитым кровью. Фигурка такая же гротескная. Вот этот самый персонаж в отцовской шинели с фашистским приветствием посреди опустошенного пейзажа или с этим же приветствием, но при этом в женском платье, каким предстает Кифер, он на самом деле, наверное, такой же гротескный немец, как Болтанский в своих сериях 70-х годов был гротескным евреем. То есть это оба персонажа в равной степени трагикомические. А только для Кифера эта история была, в общем, гораздо более рискованной, когда он ее делал. Вот стоит он посреди этого зимнего пейзажа, который пейзаж страшной сказки, пейзаж вот этого самого леса, в котором он вырос, в котором его семья пряталась от бомбардировок. Лесо, которое является сюжет, постоянным сюжетом немецких сказок, это такие братья Гримм, и немецкая мифология, немецкая история. Картина Ансельма Кифера «Каждый стоит под своим собственным куполом рая», 1970 год. Акварель, светлые цвета. На картине изображено поле почти белого цвета с рядами коричневых кочек. Чуть правее центра изображения стоит крошечный силуэт мужчины в серой шинели в позе фашистского приветствия. Его фигура стоит в центре огромного прозрачного купола голубого цвета, в форме немного вытянутой вверх полусферы. На заднем плане – голубое небо. Вся картина выполнена примитивно, предметы изображены легкими небрежными мазками. На небе и на поле видны разводы краски. Картина Ансельма Кифера «Варус», 1976 год. Горизонтально ориентированный холст. На картине изображён заснеженный лес. В центре дорожка, а по бокам густые заросли деревьев с голыми стволами. Поверх изображения нанесено множество надписей белого цвета. Надписи выполнены прописными латинскими буквами. Отчётливо можно прочесть только надпись «Варус» коричневого цвета в левом нижнем углу холста. Это такой страшный лес, который является полем битвы. И один из основополагающих для Германии, основополагающих для танцизма мифов. Это имя древнеримского полководца, которого разбили обитатели тогдашних немецких земель под предводителем вождя Германа, от которого пошло название Германии. И вот с этой битвы Германа – это тоже сюжет германского национализма, который Кифер исследует, помещая в этой работе, в тот же лес, в ту же чаще помещая фотографии всех, портреты всех персонажей, которые из такого нацистского пантеона, признанных лидеров германскости. И это тоже такое взобвение. И следующий сюжет – это тоже одна из немногих работ у Кифера, где есть портреты, где есть какие-то лица. Потому что кроме него самого, у него очень редко кто в первой серии, в ранней серии, у него мало кто появляется. Это история про опустошенный пейзаж, мифологию, в которой осталось только место действия, но не осталось и героев. В этом смысле он, наверное, если для Болтански забвение память – это лица и их исчезновение, для Кифера забвение память – это пространство, которое осталось абсолютно обезлюдившим и опустошенным. Это, собственно говоря, только пространство, это безлюдный ландшафт, это такие же безлюдные, как бы некое место действия, легенда бездействия. Парцифа – это серия картин, которые он сделал в 1973 году, с таким деревянным интерьером, тоже такого дома в лесу средневекового, в котором есть сюжеты Парцифаля, и который в конце концов превращается в такой зал немецких духовных героев, в котором при этом ничего нет, в котором абсолютно никаких героев нет, то есть только огромное пустое пространство, деревянное, с пылающим пламенем, пространство, которое там, в виде, исчезнет в огне. Графическая работа Ансельма Кифера «Немецкие духовные герои», 1973 год. Горизонтально ориентированный лист. Большое помещение с жёлтым дощатым полом, потолком и стенами. Потолок поддерживают массивные деревянные полуколонны, на которых лежат толстые балки. Вдоль боковых стен на одинаковом расстоянии друг от друга горят факелы. То есть пространство некой катастрофы, которая уже случилась, которая ещё произойдёт. И вот эти пустынные интерьеры – тоже один из… Такой опустошённость… Это тоже один из постоянных сюжетов Кифера, с которыми он после этого деревянного интерьера, к этому интерьеровому ателье, на самом деле, того времени. Возникает серия картин, где он работает с наследием архитектуры национал-социализма. Такие шпейеровские, как бы неоклассицистские, огромные интерьеры, которые… Естественно, интерьеры пребывающие, в которых этот пожар, да, вот это пламя уже… Уже всё прогорело, уже ничего не осталось. Где есть… Где какую-то странную жизнь ведёт искусство, неизвестный шедевр. Это название этой работы отсылает к рассказу Бальзака про такого одержимого художника XVIII века, по-моему, или всем даже раньше, который так старательно дописывал своё полотно, свой шедевр, добавляя к нему ещё один мазок, ещё один мазок, ещё один мазок, что никак не мог его завершить, что для посторонних глаз эта картина превратилась просто в красочное месиво, на котором ничего нельзя было различить. Картина Ансельма Кифера – неизвестный шедевр, 1982 год. Вертикально ориентированное изображение. Серым цветом схематично нарисован интерьер помещения с колоннами и полукруглым сводом. На переднем плане в центре изображения расположен чёрный прямоугольник, вытянутый вверх. Внизу на прямоугольнике белая неровная полоса с жёлтыми вкраплениями, похожими на брызги. И вот это самое неизвестное шедевр, вот такое же закрашенное полотно, на котором просто ничего не осталось, и которое висит вот в этом опустошённом зале, наполненном таком мрачным героизмом каким-то. И неизвестный, как бы продолжающийся тема, неизвестного художника, в такой же пустыне, где неизвестный художник – это, возможно, Гитлер, который начинал как неудачливый художник, который остался неизвестным. И причём те же интерьеры, тот же сюжет вот с этими пустынными, посткатастрофическими руинами – это сюжет, который Кифер адресует в следующей серии. «Пепельный цветок» – это отсылка к Паулю Целану, одному из немецкоязычного поэта еврейского происхождения, который прошёл через код с лагеря, и, собственно, писал про Холокост, и писал про эту трагедию Холокоста, к которому Кифер постоянно обращается. И ещё одна вот эта серия, продолжающая эти серии интерьеров, серия относительно недавняя, представляющая Теппельхоф, это огромный берлинский аэропорт, сейчас заброшенный, 20-х годов, который перестраивал Шпеер в 30-е годы, сейчас этот аэропорт очень впечатляет, но заброшенный, там просто на лётном поле сделали парк, потому что ничего больше ни с этой архитектурой, ни с этим аэропортом сделать невозможно. Работа Ансельма Кифера «Дат Роза Мель Апибус», 2011 год. На фоне белой стены сильно вытянутая горизонтально ориентированная картина. Длина картины около 10 метров, а высота около 2. На ней бледно-серым цветом намечен интерьер большого помещения с огромными окнами по бокам. Поверх картины прикреплены большие подсолнухи, без лепестков, выкрашены в тёмно-серый цвет. Они закреплены соцветиями вниз. Вот с этими интерьерами, которые там по-разному перекрываются, Кифер тоже постоянно работает, причём перекрываются они здесь, у него не там не просто, вот уже в работе 2011 года, они там не просто, как бы они зарастают, они зарастают, вот то, что висит перед этим самым, перед этим, перед полотном, это огромные искусственные почерневшие подсолнухи. Подсолнухи – это тоже один из постоянных образов Кифера, который будет постоянно возвращаться. И такой же интерьер в серии 80-х годов называется «Суламифь». Это две картины, посвящённые Суламифь и Маргарита. Это героини поэмы Павля Цилана «Фуга смерти», где упоминается немецкая героиня Маргарита и иудейская героиня Суламифь – «Золотые волосы Маргариты». И угольные волосы Суламифи – уголь, как чёрный цвет волос, и уголь, как вот эти сожжённые волосы. И у Цилана Суламифь – это ещё один опустошённый, обугленный интерьер. Маргарита – это ландшафт «Золотые волосы», это солома. И этот ландшафт, который… Ещё один ландшафт, который тот же самый зимний ландшафт, с которым он будет постоянно работать. Ландшафт после катастрофы, ландшафт после битвы. Ландшафт, который посвящен… в ещё одном посвящении Цилану в этом ландшафт, в интегрированной книге, которая, единственное, что там остаётся. Картина Ансельма Кефера «Чёрные хлопья», 2006 год. Прямоугольная горизонтально ориентированная картина. Преобладают белые и тёмно-серые тона. Почти всё полотно занимает зимнее поле, на котором вертикальными рядами торчат из земли толстые обломанные стебли погибших растений. Вдоль рядов растений, поверх изображения нанесены надписи, прописными латинскими буквами, чёрного цвета. В центре картины над полем парит открытая книга. Книга, расположенная к зрителю разворотом. Страницы книги замазаны плотным слоем серой краски, текста не видно. Вверху картины – очень узкая полоска неба, тёмно-синего цвета. Одна книга, книга сделанная из свинца, это тоже один из постоянных материалов кифера, с которым будем говорить. И жена Лота. Но при этом это ланджат, который вначале постепенно становится всё-таки всё более и более заживающим, всё более и более цветущим. И богемия моря. Это ещё, потому что почти все названия работ кифера – это названия, отсылающие к тем или иным стихотворениям и литературным произведениям. Богемия на море – стихотворение Ингеборга и Бахман, австрийской поэтессы, послевоенной. Картина Ансельма Кифера «Богемия лежит у моря» 1996 год. Прямоугольная, горизонтально ориентированная картина. Холст сильно вытянут по горизонтали. Живописный пейзаж выполнен крупными мазками в технике импрессионизма. Цвета блеклые, в основном использованы оттенки жёлтого. Почти всё полотно занимает поле цветов. Посередине поля две колеи-дороги. Колеи разделены высокими цветами. Поле состоит из стеблей, написанных цветами жёлтых и серых оттенков и из белых некрупных цветков. Вверху картины – очень узкая полоска неба, небо тёмно-синее. Тоже, в свою очередь, отсылающая к пьесе Шекспира «Зимняя сказка», в которой упоминается эта самая страна-богемия, которая, на самом деле, чешская область в 1938 году, аннексированная фашистами. Но у Шекспира, где все географические представления перемещены, эта страна оказывается на берегу моря. И поэтому эта богемия на море, в этом стихотворении, это некая невозможная страна, в которую, очень хочется поверить, невозможный пейзаж, вот этот цветущий пейзаж, который Кифир и представляет. Там все возможные варианты этого пейзажа, пейзажа, который и пейзаж умерший, и пейзаж готовящийся к новому возрождению, к некому циклу возрождения. В последней, вот, относительно недавней его работе «План Маргентау» идиллический этот пейзаж становится абсолютно, как бы, все более и более идиллическим. Там даже есть вот такая инсталляция с этим полем. Инсталляция Ансельма Кифера «План Маргентау». В белом выставочном зале расположены инсталляции. На полу в центре зала галереи воспроизведен участок поля с высокой сухой травой. Это квадратный участок пола со стороной примерно 15 метров. Поле огорожено пятиметровыми решётками. В центре каждой стороны есть участок без решёток. Но тут тоже, как бы, тоже важно, наверное, знать, что такое план. Это тоже некая историческая отсылка. План Маргентау – это план американского политолога военного времени, 40-х годов. Ганс Маргентау был немец, эмигрировавший во время, в 30-е годы, в Соединённые Штаты. И после окончания войны предложивший, что единственное, что хорошо бы сделать в Германии, чтобы ее расы навсегда нейтрализовать, это развалить там всю индустрию и вернуть её в доиндустриальное состояние. Поэтому вот такие вот прекрасные цветущие поля букалические, которые возникают в этой инсталляции, в этом цикле полотен, это идея о Германии, которая впала в такое доиндустриальное состояние идеальной такой, как бы, идеальной букалической страны, как бы, в которой ничего не было, в которой всё заросло, в которой всё, как бы, всё, всё это, всё, всё вернулось в такое райское состояние, вход в рай, да, вот это тот же самый зимний пейзаж, который, через который надо преодолеть, который оказывается входом в рай, как в страну забвений, в страну, где все руины и все трагедии, все эти интерьеры уже, раз и навсегда разрушены и заросли травою. Есть документальный фильм про Кифера, о котором мы дальше будем, тоже я его буду дальше упоминать, с замечательным названием «На ваших руинах вырастет трава», да. И вот эта вот трава, которая зарастает, как бы, любой этот прекрасный пейзаж, любые эти цветущие, расцветающие тысячи цветов в серии, посвященные Мао, это всегда то, что вырастает, то, что выросло на руинах. Но на руинах всегда может что-то вырасти, поэтому весь интерес, как бы, вся этот интерес к природным циклам, это интерес, который у Кифера постоянно присутствует, это история о том круговороте, в котором всё обратится в руины, на любые руины рано или поздно зарастут травою и зарастут вот этими самыми подсолнухами, огромные подсолнухи, под которыми здесь лежит фигура, напоминающая самого Кифера. Картина Ансельма Кифера «Заказы ночи», 1996 год. Прямоугольная вертикально ориентированная картина. Картина написана в светлых тонах. Картина почти чёрно-белая. Поле подсолнухов. В нижней части картины фигура лежащего на спине человека. Человек лежит к зрителю левым боком, головой вправо. На человеке тёмные брюки, торс оголён, лысая голова. Остальную часть картины занимают склонившиеся под тяжестью цветов подсолнухи. Подсолнухи высотой в полтора человеческих роста. Изображение реалистичное. Картина написана крупными неаккуратными мазками. Фигура, пришедшая из его ранних фотографий. Вот из этой фотографии героический символ, где он лежит под деревом. Вот этот же персонаж будет повторяться. И подсолнухи для него – это то, что тоже символ, естественно, смерти, возрождения. Цветок, который для самого кифера похож на космос, который связан с солнцем, который связан с небосводом, связь земного и небесного. И при этом это ещё, конечно, цветок, который отсылает к истории искусства, потому что вот в такой вот работе 2010 года, которую кифер делает специально для Нидерландского, для Абстердамского рейхс-музеума, в самом знаменитом зале этого музея, где выставлен ночной дозор, на фоне посредине этого ночного дозора делается вот такая вот инсталляция, которая здесь, где тоже есть эти самые мёртвые подсолнечья, и где проговаривается, почему подсолнечья, потому что это подсолнухи Ван Гога. Инсталляция Ансельма Кифера – колыбельная, 2010 год. На фотографии стеклянная витрина. Витрина разделена на три части. В центральной части витрины подвешен старый сломанный раскладной стул. В правой и левой частях витрины подвешены засушенные подсолнухи цветками вниз. Другого самого знаменитого Нидерландского художника, то есть это некое присутствие Ван Гога в этом самом зале, зале Рембрандта. Стул этот висящий, вот эта колыбельная, это стул, который фигурирует на одном из портретов Ван Гога. И вот это, как посмотреть на Рембрандта глазами Ван Гога из этого леса вангоговских подсолнухов, которые уже окаменели. И сами эти руины, при этом, конечно, можно себе представить это исполнение этого плана Моргенталова, в результате которого вся Германия могла бы превратиться в цветущие подсолнуховые поля. Но руины за ними, как бы руины, обломки войны – это то, что за ними всегда остаётся. И это то, с чем тоже Кифер постоянно работает. Один из, может быть, самых зрелищных его работы – это работа, связанная как раз с такими вот этими обломками катастрофы, самолётами. Самолёты, которые у него превращаются в самолёты, которые у него сделаны из очень заведомо парадоксального материала. Это вот этот самый свинец, с которым он постоянно работает со свинцом, он начинает работать с 85-го года. И первая его инсталляция – это не просто свинец, это свинец, который когда-то был крышей Кёльнского собора. Кифер видит, как при нём началась реставрация Кёльнского собора, старую крышу свинцовую стали менять на новую. И он увидел эти обломки свинца и решил просто купить всю эту старинную крышу, которая частично средневековая, частично XIX века. То есть это свинец как материал истории и буквально в данном случае свинец как материал алхимии. Потому что один из интересов кифера – это алхимия. Свинец – это то, из чего теоретически можно сделать золото. Но золото никогда не получается, зато в процессе, в попытках сделать золото, у алхимиков получается масса ещё всего интересного. И алхимия – это попытка превращения свинца в золото. Для кифера – это метафора искусства. Это то, что искусство – это то, что может преобразить память, то, что может преобразить наше восприятие мира. Но это никогда не получается, никогда нельзя придумать заранее, как это произойдёт. Ты можешь пытаться превратить свинец в золото, золото всё равно никогда не получится. Но получится что-то другое, это вот этот непредсказуемый. Поэтому свинец – это постоянный любимый материал. И делает из него, начинает из него кифер делать самое невозможное, что можно сделать из свинца – самолёты. То есть самолёт, который никогда не взлетит, самолёт, которого не может быть, самолёт, который появляется как руина самолёта. Вот такой вот самолёт на крыло, который называется Береника в честь героини, мифологической героини, которая пожертвовала свои роскошные косы на алтарь Венеры, чтобы, принеся эту жертву, спасти своего мужа, чтобы он вернулся невредимым с войны. И здесь вот эти косы Береники, в честь которых созвездие названо, превращается вот эта отрезанная коса, вот это отпавшее крыло самолёта. В общем, у него самолёты достаточно, как ни странно, довольно женственные персонажи. Скульптура Ансельма Кифера «Меланхолия. 1990-1991 годов». На фотографии пространство выставочного зала с белыми стенами и деревянным полом. На полу стоит скульптура реактивного самолёта. Длина работы около двух метров. Самолёт изготовлен из тёмно-серого материала, похожего на помятый металл. Материал соединён сварными швами. У самолёта видны четыре раструба под крыльями на месте двигателей. В левом крыле возле фюзеляжа стоит объёмная геометрическая фигура. Стороны фигуры стеклянные, рёбра металлические. Фигура напоминает куб с двумя отсечёнными углами, друг напротив друга, сверху и снизу. Куб на четверть заполнен землёй. Скульптура нереалистичная и напоминает грубо сделанную игрушку. Вот такой следующий самолёт, уже целиком свинцовый, огромный самолёт, называется «Меланхолия». В честь знаменитой гравюри Аля Дюрера, где сидит вот эта крылатая женская фигура, крылатый ангел, который крутит, держит в руках вот такой же кристалл, такой же формы, как то, что лежит на крыле этого самолёта. И которая, наделённая крыльями, но будучи во власти меланхолия, никогда не взлетит, никогда не воспользуется этими крыльями, так же, как этот самый вот заведомо нелетающий свинцовый самолёт, который никогда не взлетит. Ну, тот же мотив этой меланхолии. И вот ещё один такой же обречённый самолёт «Ангел истории», на крыльях которого навалены книги. Книги, тоже с которыми Кефир будет постоянно работать, книги как символ знания, в том числе и мистического знания. Но книги, переложенные травами, где вот эта история, культура и цивилизации врастает в ту же самую природу. Это то самое, что вырастет на руинах. И там все эти возможные варианты самолётов у него будут появляться, так же, как и корабли и подводные лодки. Первая история про подводные лодки, про морскую баталию у него появляется в такой достаточно пародийной работе 1975 года, операция «Морские львы». Картина Кефира «Операция «Морской лев», 1975 год. Картина ориентирована горизонтально. Мозки-краски небрежные, тона картины тёмные. В центре картины горизонтально ориентированный продолговатый водоём. У водоёма светлое, выделяющееся на фоне тёмных цветов картины, бетонное ограждение. В водоёме происходит морское сражение. В центре три корабля, один из которых подбит. Подбитый корабль горит бело-красным пламенем, и из него идёт тёмно-зелёный дым. За водоёмом до самого горизонта выстроены шеренги солдат. Солдаты несоразмерны с кораблями, корабли на их фоне кажутся игрушечными. Слева и справа от солдат вдалеке видны части горящего города. На линии горизонта виднеются огонь, взрывы и чёрный дым. Сверху они замазаны полупрозрачным слоем голубой краски, напоминающим голубое небо. В центральной части картины, поверх рядов солдат, наложены серые линии, образующие прямоугольник. Прямоугольник дан в перспективе, словно это некий помост, возвышающийся над полем битвы. В центре прямоугольника, как бы на нём, изображены три огромных красных стула. Тоже история про Вторую мировую войну. Это несостоявшийся план Германии по морской атаке на Великобританию. Которая у Кифера превращается в такую войнушку игрушечную, которую он разыгрывает в ванной с игрушечными кораблями, которые вот так вот здесь рисуются. И потом эти корабли и подводные лодки, тоже свинцовые, будут у него постоянно возвращаться, в том числе в таком вот, поскольку, как я уже говорила, многие его работы – это омаж тем или иным поэтам и писателям. Вот у него есть омаж Велимиру Хлебникову, русскому поэту-футуристу, вдохновлённый досками судьбы Велимира Хлебникова. Хлебников увлекался такой исторической номерологией, высчитывал цифровые алгоритмы, по которым можно предсказывать историю, и у него, в частности, он высчитывал, что великие, особенно страшные морские сражения происходят в мире раз в 317 лет. И вот этим доскам судьбы Хлебникову посвящена вот эта вот инсталляция с всевозможными свинцовыми подводными лодками, не летающими, не плавающими. И туда же входит вот эта окаменевшая как бы бетонная волна в этот же цикл работ, и «Соль земли» – цикл работ, который был показан впервые на Венецианской биеннале с теми же самым вот этим свинцом, с которым Кифер работает, и с ещё одним кораблём, который оказывается просто ковчегом. Со свинцом Кифер работает, оставляя возможность времени повлиять на этот свинец, он его не раскрашивает, он оставляет эти свинцовые листы на улице, давая их возможности под дождём, ветром, солнцем и снегом, если есть снег. И поэтому это как бы материал, который не только важен своими алхимическими коннотациями, а тем, что как на него воздействует время, что он с явными следами воздействия времени, и вообще как бы сделаны. И вот такое завершение этой военной тематики, вот такие уже совсем невероятные обломки всего, что может быть, обломки неких, сложно представить чего. На фотографии выставочное пространство, в котором расставлены высокие стеклянные витрины. Внутри витрин находятся различные предметы. В правой части снимка – стеклянный многогранник с помещенным в него раскладным стулом. На стул насыпан строительный мусор. В левой части снимка – высокий параллелепипед из стекла с изогнутым куском белого металла внутри него. В центре снимка, за первыми двумя композициями, находится большой куб с обломком, похожим на часть фюзеляжа самолёта из белого металла. В музейных ящиках вместе с другими природными историческими феноменами, такой же музей, история у Кифера присутствует постоянно, но это история, которая превращается в монументы без героев, монументы отсутствия, монументы женщины французской революции, инсталляция, названная по книге французского историка XIX века, Мишле, одноимённый. Инсталляция Ансельма Кифера «Женщины революции», 1992 год. На фотографии прямоугольный вытянутый зал с белыми стенами. По обе стороны зала и сголовьем к стене стоит множество кроватей. Кровати накрыты одинаковой серо-голубой тканью. Кровати ветхие. Середины матрасов у кроватей продавлены. В эти углубления налита вода, насыпана пыль разного цвета. Где-то лежат камни, где-то сухие подсолнухи. Над каждой кроватью на стене закреплена небольшая серая бумажка с надписью. На дальней стене зала закреплено большое чёрно-белое изображение. Это либо сильно увеличенная старая фотография, либо старая кинохроника. На изображении дорога через поле, покрытая тающим снегом и глубокими лужами. По дороге идёт человек в шинели и тяжёлых сапогах. В которой нету, в которой есть только имена, которые написаны на стенах. Это те же самые кровати со свинцовыми простынями. Кровати, на которых остаются как бы след тела. Кровати, которые напоминают тюрьму или больницу. И кровати, которая опять-таки может быть, как и детские кроватки в Болтанске. То есть это то, что свидетельствует, это абсолютно пронзительное свидетельство отсутствия, исчезновения. И если говорить про тяжёлую судьбу женщины в истории и в творчестве Кифера. Это вот такое достаточно занятное произведение, которое представляет собой вариацию на тему средневековых весов, на которых взвешивали ведьм. То есть взвешивали женщин, которых подозревали в том, что они ведьмы. Если она была подозрительно лёгкая, то, скорее всего, она была ведьмой. Потому что она могла летать на помеле. То есть она могла. И участь её была довольно страшна. И вот ещё одна серия, это такая знаменитая киферовская серия «Женщины античности». Инсталляция Ансельма Кифера «Женщины античности», 2002 год. Выставочный зал с белыми стенами. По диагонали в линию расположены три скульптуры. Скульптуры выполнены в виде белых бальных платьев. Вместо шеи и голов платья завершают различные предметы. На первом платье находится раскрытая страницами вверх большая книга. Второй завершает объёмный пятиугольник из стекла с металлическими ребрами. Над юбкой третьей фигуры находится большой шарообразный моток проволоки. Это целая группа героинь, которые все лишены лиц, у них есть только атрибуты. Там у них есть подпись, а у них есть имена, кто это может быть. Там есть и это более-менее реальные героини, среди которых есть христианские мученицы, есть первые писательницы, женщины-философы, есть великие отравительницы, есть Мессалина, есть Агрепина, есть Экипатия. И в этом же ряду возникает неожиданно, как «Женщина античности» возникает, названная по имени Улика Майхов. Так же, как и сама больнично-тюремная инсталляция с кроватями, с женщинами революции, тоже, может быть, отсылает к этой знаменитой немецкой бунтарке и террористке, которая, как говорили про Рихтера, при загадочных обстоятельствах погибла в тюрьме в 70-е годы. Но вот здесь это всё-таки не только про неё. И, конечно, эти «Женщины античности» сродни ангелам, которые возникают у Кифера, у которого интерес к то, что он делал в начале 70-е годы, вот этот интерес к немецкой истории, к немецкой мифологии, к тому нордическому мифу, который был абсолютно апроприирован фашистами и, соответственно, вытеснен из-за немецкой культуры, потому что с ним после фашистов нельзя было работать. И Кифер пытался его вернуть, навернуть его, понять, что это было, и представить в виде опустошённого пространства, некой страшной сказки, некого страшного спектакля. Потом он начинает работать с самыми разными мифологиями. Вот эта мифология египетская, Азирис и Изис, продолжающаяся в такой серии пейзажей различных цивилизаций. Это очень стильная серия фотоколлажей, где накладываются друг на друга фотографии античных и древнеиндийских храмов, которые превращаются в результате в какие-то бункеры военные, в какую-то абсолютно архитектуру постапокалипсиса в таком варианте. И это очень интересующая иудеохристианская традиция, причём в основном это каббала и алхимия. Фотодокументация работы Ансельма Кифера «Аттонор», 2007 год. На фотографии ниша в стене. Стена из бежевого камня, украшенная полуколоннами. Ниша прямоугольная, вертикально ориентированная, с полукруглой частью вверху. Ниша расписана художником в тёмных серых и синих тонах. Нижнюю часть изображения занимает фигура лежащего на спине человека. Человек обнажённый, голова лысая. Из груди фигуры тонкой струей вверх поднимается дым. Дым образует облако. Облако занимает почти всё изображение. В облаке видна россыпь белых точек и всполохов, из-за чего оно напоминает звёздную туманность. Цвет человеческой фигуры серый, пространство вокруг фигуры тёмно-коричневое. Облако тёмно-синее. Такие мистические традиции, с которыми он начинает работать. Вот такой вот тоже вариант автопортрета, который он делает для персональной выставки. Это его персональный проект в Лувре, куда довольно редко допускают современное искусство и современных художников. И вот в Лувре он делает вот такую огромную преску, которая называется «Аттонор». «Аттонор» – это печь алхимика. Это то, откуда ты можешь выйти, откуда предметы выходят. Момент преображения. Вот это преображение, возрождение – это то, с чем он работает. А книги, которые тоже у него постоянно фигурируют, это книги, которые связаны с Кабалой, связаны с такой мистической традицией книги. Вот «Высшая жрица» – это одна из карт Таро. И книги – это то, что связано как раз не с информацией, а с сознанием. То есть это противоположность архива в Болтанске. Вот такие вот свинцовые книги, которые и в двух шкафах, один из которых называется «Тигр, а другой Ефрат». То есть это две реки между речи, между которыми возникла наша цивилизация. «Разбитие сосудов» – еще одна инсталляция с книгами, со свинцовыми же книгами, отсылает к каббалистическому мифу о происхождении мира. И «Язык птиц». Вот и возникает вот этот самый еще один сюжет, такой крылатой книги, которая у него будет постоянно появляться. И книги, которые самым разным, там книги с закладками, в которых оказываются вот эти самые, еще раз оказываются вот эти самые самолеты, с которыми только совсем миниатюрные. Книги, которые накручены на этот самый, «Велосипед свинцовый диамат» – это не мифологическое имя, это все-таки диалектический материализм, которому посвящена эта инсталляция. Про это другое знание, другую традицию. Эта инсталляция сделана для выставки в Китае, где там же были эти самые серии с Мао. И вообще книга художника, с которой Кифер работает, книга, которая превращается в объект, книга, в которую можно войти, книга, которая, даже если она была сделана, как книга, увеличивается, как инсталляция, в которой можно прогуливаться. Скульптура Ансельма Кейфера «Созвездие книги», 2004 год. На деревянном полу стоит множество одинаковых листов металла, листы черного цвета, покрытые мелкими выбойными. Листы поставлены вертикально, они расходятся из центра, подобно спицам колеса. Высота скульптуры чуть больше метра. Книга, которая собирает созвездия и растения, книга, которая вбирает в себя не только человеческое знание, а природу и мироздание, вот эту всю природу, которая записывает себя тайным текстом, вот секретная жизнь растений, обыгрывающая историю, тоже каббалистическое, кажется, представление о том, что каждому созвездию, каждому элементу космоса соответствует какое-то растение на Земле. Вот такая как бы тотальная запись мира, тотальная запись мира без текста, без слов. Растения, которые тоже не они, природа, которая прорастает в мифологии, в культуру и в религии, пальмовое воскресенье, с окаменевшей пальмой. Вот еще и всякие инсталляции, названия которых, во всяком случае, отсылают к алхимии, потому что вот это вот слово обозначает такой же недостижимый, как философский камень в алхимии, универсальный растворитель, растворяющий все предметы, вот этот алкогест, который превращается в такой же свинцовый поток, потому что у него все-таки свинец, это главный алхимический материал, это материал, который... Вавилонская башня, как бы три слова, которые, возможно, лежат в основе, все время смешиваются, лежат в основе мифа про Вавилонскую башню, где и потоп, и смешение, и, собственно, слово, название города. Это колесница пророка Эзекииля, который превращается в трон колесницы, который из мистического введения библейского пророка, который превращается опять-таки в велосипед и опять-таки в некую алхимическую, видимо, историю, потому что висящие на нем сосуды, наполненные солью, ртутью и серой, да, то есть такой вот вариант для алхимического... набор юный алхимик. И вот такое вот... вот такое вот тоже отыгрывание истории про семь небесных дворцов из каббалистической мифологии. Скульптура Ансельма Кифера «Книга небесных чертогов», 2001 год. На фотографии на фоне белой стены на чёрном полу стоит скульптура. Скульптура представляет собой стопку железобетонных лестничных пролётов. Края пролётов неаккуратно отбиты, влево и вправо из них торчит арматура. В стопке девять пролётов разной длины, каждый от восьми до двенадцати ступеней в длину. Вершину составляет девятый короткий кусок пролёта из трёх ступеней. На нём пирамидой лежит стопка металлических листов. Это семь небесных дворцов, это путь, который должна пройти душа, чтобы прийти к Богу. Это семь ступеней, поэтому это скорее в большей степени вот эти ступени, которые появляются на самых разных... Это все одно и то же название, тот же образ, который обыгрывается в разных работах и в разных техниках. Вот такая невероятная лестница, по которой невозможно войти, и те же семь небесных дворцов, которые превращаются в одну... вот в такой как бы целый город. Инсталляция Ансельма Кифера «Семь небесных дворцов», 2004 год. На фотографии помещение, похожее на ангар. Крыша и стены помещения затенены. В крыше отверстия, через которые пробивается свет. В ангаре возведены семь сооружений. Сооружения расположены в два ряда и в шахматном порядке удаляются от зрителя. Сооружение представляет собой параллелепипеды из гофрированного металла. Они похожи на строительные бытовки. Каждое сооружение состоит из шести таких бытовок, почти кубической формы. Бытовки неаккуратно поставлены друг на друга. В стенах бытовок проделаны прямоугольные вертикально ориентированные вырезы, похожие на дверные проёмы. Инсталляция выглядит как семь похожих друг на друга неустойчивых башен, состоящих из поставленных друг на друга старых бытовок. Высота каждой конструкции около шести метров. Город, который у Кифера будет возникать под разными названиями и сделанный в качестве постоянных инсталляций для разных мест. Здесь, кажется, первая его инсталляция с этими вот такими странными башнями, которые одновременно могут и целы, кажется, и какими-то военными сооружениями. Да, и там вариации Вавилонской башни. Впервые они появляются для инсталляции, сделанные для культурного центра в Милане, который в бывших ангарах, по-моему, открылся. Огромное пространство, которое требует огромных работ. Сначала они появляются как эти самые семь небесных дворцов. Потом для инсталляции в Лондоне похожие башни оказываются иерихоном, стенами библейского иерихона, которые рухнули после того, как после этих звук иерихонских труб. Такая вот первая библейская катастрофа и победа невероятная. И тоже вариант этих вот Вавилонской башни. И потом они превращаются, опять-таки, в том же самом монументе, в том же самом Парижском большом дворце, Гран-Пале. Кифер, по-моему, был первым, кто там вообще начал этот проект. Первая инсталляция, которая там была, была инсталляция Кифера. Называется она «Падающие звезды». И «Падающие звезды» по определению самого художника – это те руины, которые обозначают смерть цивилизации, ну и возможность появления новых цивилизаций. То есть тот же самый цикл исчезновения. Цикл, который рассказывает Кифер, история, которая превращается, личная память, которая превращается в историю, история, которая превращается в сказку, в миф, в эзотерическую традицию, в природу, и потом в эти самые руины, из которых зарастает трава, и из них может возродиться как миф, как другой сюжет. Здесь это, может быть, самый разрушенный вариант этих башен, которые совсем распались. Но, может быть, такое самое грандиозное, вообще самое грандиозное произведение Кифера, которое не очень можно увидеть – это инсталляция, такая тотальная инсталляция, в которой он превратил свою территорию, которую он купил под свою мастерскую во Франции, в Баржаке. Он с начала 90-х годов живет во Франции. И это пространство, на котором он выстроил, судя по всему, город. Причем город, в котором более 50 зданий. Это подземный город с лабиринтами, вот с этими самыми башнями, с какими-то там только небольшая часть его, видимо, и с огромными подземными пространствами. Лабиринт без путеводной нити, лабиринт, в котором и мастерская, и произведение, лабиринт, в котором есть много комнат, осуществование которых можно забыть, а также осуществование, это по интервью Кифера, а также осуществование произведений, которые в них спрятаны. И, соответственно, вот этот момент, то, что о чем-то можно забыть и что-то можно потерять, естественно, дает надежду на то, что можно что-то найти заново, обрести что-то новое, неучтенное, не запомнившееся, что-то, что может вернуться. Хорошо бы это было, к хорошему или плохому. И вот это как бы неизвестное, невидимое произведение Кифера, которое, по-моему, не очень открыто публике, но при этом является, может быть, таким вот… Вот там хранится весь тот мир, который… Хранился, вернее, весь тот мир, который он создает. Это мир, который может быть руинами, это мир, который может выглядеть, да, вот эти века, да, как это почти свалка, это свалка, в которую здесь сложены уже там не страницы книг, а холсты, да, как бы некие сломанные картины. Но сама эта свалка и сама это, как бы, оказывается ступенями вот этой самой башни вавилонской, по которой, может быть, можно подняться к какому-то следующему знанию. Спасибо. Спасибо. В Музее современного искусства «Гараж» существуют различные программы для людей с инвалидностью. Подробную информацию вы можете получить на нашем сайте garajmca.org Субтитры создавал DimaTorzok